Приветствую вас, давайте-ка разберемся с тем, что вы написали. Развожусь с мужем, значит, ну здесь сразу хочется сказать, что любой развод это травма, и то, что вы испытываете сейчас, то, что вы переживаете, то, что вы чувствуете, вот как вы чувствуете, как меняется сейчас ваше восприятие мира, это довольно драматично, и дабы, дабы травматичность эту убрать, снять, вам необходима работа с психологом, для того, чтобы, ну, чтобы максимально безболезненно для себя выйти из этой вот ситуации, потому что, ну, в противном случае вы просто-напросто можете застрять в этом состоянии своем, которое у вас вот сейчас, и выхлыть вам из него будет очень тяжело. Я бы, наверное, сказал вам, что слишком тяжело. Я не думаю, что вы хотели бы для себя именно вот такого будущего, как и, скорее всего, для своего ребенка тоже. Вот. То есть здесь у нас с вами имеет место быть травмирующее вас обстоятельство, которым нужно просто-напросто научиться жить, вот, и по возможности адекватно прийти к пониманию того, почему так случилось, почему это стало возможным, ведь рукоприкладство, оно, ну, оно продолжалось какое-то время, оно ведь не возникло, скорее всего, из ниоткуда. И, значит, вы терпели какое-то время его, ну, а раз вы терпели, значит, что? Вас что-то заставляло терпеть, терпеть. Вот. И вот то, что вас заставляло терпеть, является основой для заниженной самооценки, как вы говорите. И, в общем-то, для того, что вы себя не верите теперь. Вот. Далее. Вы пишите, есть ребенок, полтора года, мальчик. Дальнейшая жизнь с мужем невозможна. Рукоприкладство и так далее. А рукоприкладство и так далее, вот так далее, это что? Понимаете? То есть вот это ваше обобщение, оно здесь, на мой взгляд, лично, немного, совершенно. Вот, потому что, ну, просто потому что создаёт, ну, недопонимание, недопонимание создаёт. Вот. Ага, далее, значит, ну, рукоприкладство, это, понятное дело, очень неприятная ситуация. Это, понятное дело, очень формирующая вас и ребенка. Ага, негативное очень проявление. Вот. То есть, ну, во всех отношениях это неприятно. Но, но, как это не парадоксально звучит, у этого есть своя основа. У этого есть свои, свои обстоятельства, которые породили данную ситуацию. И, соответственно, соответственно, дальнейшая жизнь возможна только в том случае, если, например, вы сможете понять, что же вот, собственно, такое вообще произошло. Ага, то есть. Почему Почему Мужчина таким образом себя вел Или ведет Что заставляет его так вести себя, например, понимаете, да, о чем идет речь, ведь это же проблема, это же проблема мужчины, понимаете, это же у него трудности какие-то, это же он по-другому не может выражать свои эмоции, свои потребности, свои какие-то желания, это же он не способен никак по-другому себя проявить, ну вот, и, собственно, с этого и нужно начать, какие проблемы у вашего мужчины могут быть, могут быть. Вот он говорит, что он, ну, изменится, да, что он готов, готов измениться, вы ему не верите, я вас понимаю, что вы ему не верите, так а что он конкретно готов сделать для того, чтобы вы ему поверили, пусть к психологу запишется, пусть поработает с психологом, пусть терапию пройдет у психолога, опять же, тогда вы можете сказать, что да, я увидела, действительно, я увидела, что ты поменялся, или ты хочешь измениться, а так, он вам просто обещает, чего-то, ну, это, знаете, это, ну, я с вами согласен, это не совсем, не совсем обнадеживая, потому что, потому что, ну, действительно, если человек вас бил, если поднимал на вас руку, то это действительно устоявшаяся модель поведения, это действительно так и есть, вот, вот такая устоявшаяся модель поведения можно поменять, в любом случае, было бы желание, и вопрос в том, есть ли оно у него, вот, поэтому вы не терапитесь брак разваливать, вот, не надо спешить разваливать брак, успеете, успеете это сделать, вы попробуйте мужа своего направить все-таки на работу с психологом, вот, захочешь, поработаешь, да, можно говорить о том, что действительно поменял, не захочешь заработать, ну, что ж, тогда, действительно, вы правы, и нужно уходить, потому что, если не поменяется, то уже, скорее всего, и не поменяется, вот, далее, как перестроить свой мозг на дальнейшую жизнь в статусе матери-одиночки? Ну, понимаете, перестроить мозг, вот, чтобы показать, фраза, конечно, понимаете, навыки есть, навыки есть, навыки в вашем поведении, ценности, которые вы продвигаете, ваши какие-то ориентиры, может быть, жизненные, да, которые как-то вот помогали бы вам в принятии решений каких-то своих, то есть, это именно изменение своего поведения, это именно научение, да, вот, почему вы боитесь так сильно, почему вам неприятно, почему вам страшно, потому что речь идет именно о научении, то есть, вам необходимо научиться вести себя по-другому, вам необходимо научиться поступать, иначе поступать по-другому, а если вы к этому не привыкли, то, естественно, и будет у вас страх, это нормально, вот, и здесь нужно только планировать свое поведение, корректировать его, и, собственно, поддержку, поддержку, учиться, вам нужно учиться, и вместе с этим, вот, вы написали, что вы не привыкли к трудностям, соответственно, почему у вас вот так складывалась ваша жизнь, что вы не привыкли сами решать проблемы, вот, потому что, тоже установка идет, и, скорее всего, от родителей, что вы сами свои проблемы не решали, то есть, мозг перестроить вам именно, здесь не будут, здесь конкретная коррекция поведения идет, то есть, что нужно делать, на что нужны операции и так далее, вот, вот, и если мы с вами говорим сейчас о том, например, что вы боитесь, что вы не можете как-то вот поступать по-другому, что вы не можете как-то отойти вот от той линии поведения, в которой оказались, то, соответственно, начинать нужно с малого, а именно с ваших ценностей, то есть, какие у вас вообще представления, какие у вас вообще жизненные ориентиры, чем вы руководствуетесь в жизни, вот, вот, хотя бы с этого нужно начать, хотя бы, вот, это для начала, это очень неплохой, такой старт, то есть, сразу, вот, именно сразу вам, ну, не стоит сразу бросаться в жизнь самостоятельно, потому что вы рискуете неисправившись, а неисправившись у вас закрепиться на эмоциональном уровне негативный результат и будет от этого только хуже вам, то есть, нам может быть и депрессия будет и, может быть, что-то еще, вот, то есть, это нужно делать постепенно, вот, и пока у вашего мужа будет шанс, вам просто будет брать на себя ответственно, действительно, за то, что зависит непосредственно от вас, за то, что относится непосредственно к вам, да, то есть, это граница ответственности, соответственно. Дальше, дальше, значит, что вы пишете? Ага, практически никогда не сталкивалась с серьезными трудностями, а тут такая ответственность. Ну, вот, здесь тоже нужно разбираться, почему не сталкивались, а как жили и вообще. Трочно оставаться один на один с этим миром. Ааа, почему страшно, чего боитесь, почему один на один, ааа, как же, друзья, родные. Должны выбрать, как самооценка стала равна нулю. Ааа, почему самооценка стала равна нулю? То есть, самооценку нужно поднимать. Вы по какой-то причине прислушивались к своему мужчине, если я правильно вас понял, вы к нему прислушивались, и вы считаете, ну, считали, и считаете, возможно, что он прав, что он верно все вам говорит, верно все делает. Ааа, в себе как бы вы вот сомневаетесь, в себе, в своих взглядах, в своих каких-то приоритетах во всем этом вы сомневаетесь. И вопрос как бы заключается в том, а почему, собственно говоря, а почему так, понимаете, вот почему вы сомневаетесь в себе, понимаете? Знаете, вот все вопрос включается. Почему вы сомневаетесь в собственных взглядах, в собственных возможностях и так далее? На основании чего вы сомневаетесь в этом? Знаете, какой момент? Здесь у нас и непринятие себя, и ориентирование на мнение других и так далее. И вы знаете, исходя из того, что вы написали, я предлагаю вам запомнить, вот запомнить то чувство, которое вам двигало, когда вы решили прекратить рукоприкладство своего мужа. Вот просто, просто постарайтесь вот этот момент задержать в своем сознании, вот чем вы руководствовались при принятии решения своего. Чем, на что опирались? Только вот постарайтесь, по возможности, так, ну, конкретно, на что вы опирались. Это очень важно, на самом деле. И вот вам нужно всего лишь продолжать в том же духе. Опираться на эти самые ориентиры, на которые вы опираетесь. Других, в принципе, способов вас не будет. Но система ценностей ваших, она должна быть по возможности четкой, должна быть предельно ясной и понятной именно для вас. Чтобы это не было такого, что есть другие люди, другие люди лучше меня и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы не привыкли ориентироваться на себя, у вас нет доверия к себе. Как так получилось, что вы вступили в отношения с этим вот мужчиной, который на вас, грубо говоря, поднимал руку, да? Вот как так получилось? Что сделало возможным такой, такой, такой союз, союз? Вот важный момент, важный, важный момент. Вот нужно с этим моментом и разобраться, в первую очередь. Потому что тот, кто заставлял вас вступить в отношения с таким мужчиной, обязательно в других отношениях заставит повторить вас. Потому что у вас есть потребности, эти потребности вы удовлетворяете именно так. Только так вы удовлетворяете свои потребности. А почему только так? Вот и так научили. Скорее всего, вас так научили родители. И их, как бы, навыки вы продвигаете по отношению уже к своим мужчинам. Вот вспомните, как ваша мама взаимодействовала с вашим, например, баб. Какие у них были отношения? А какие модели поведения у них были успешными для достижения своих целей? Для получения какого-то положительного результата? Чтобы не заниматься в собственных силах и себе, нужно ставить адекватные цели и задачи самой себе. То есть, понятно, я надеюсь, что если вы будете себе ставить такие цели и задачи, которые не будут выполнимыми вами, которые вы заведомо не сможете выполнить, выполнить. То будет у вас множиться фрустрации, будет у вас множиться негативное, скажем так, подкрепление своих переживаний. И, соответственно, ничего хорошего абсолютно из этого у вас не получится. Вот. То есть, адекватные задачи, адекватная постановка целей. Это необходимо. Для вас это, больше скажу, жизненно важно. Понимаете, да? Надеюсь. А о чём идёт речь? Дальше. Муж сейчас просит прощения, говорит, что всё изменится. А что именно всё? Вот у вас есть фраза. Я сомневаюсь во всём вообще. Вот во всём вообще очень. Вы сомневаетесь, а в чём конкретно вообще непонятно. И муж вам говорит, что всё изменится. А что конкретно-то изменится? Тоже непонятно. Но я в это не верю. Ну, правильно, вы не верите, потому что нету его действий, нету его поступков, и нету какой-то конкретики, если я правильно понял вас. И, соответственно, чему верить? Он взрослая, сформировавшаяся личность, его устраивает образ жизни, который он видел. А меня нет. Хорошо. Если вас не устраивает его образ жизни, зачем вы тогда вообще с ним связались? Зачем вы тогда вообще с ним вместе живёте? Как так получилось, что ребёнка зачали? Как так вышло, что замужем пробыли? Вот. Если не устраивает вас его образ жизни. А почему так вы соглашались на его образ жизни такой? Ну, понятно же, наверное, да, что вами двигалось что-то, когда вы соглашались на этот образ жизни. То есть мы здесь не говорим о том, обязательно, что это плохо, что это как-то личность, что это негатив, там, и так далее. Мы об этом не говорим. Мы об этом не говорим. Мы говорим только о том, что вами двигало. Это то, что я хочу понять. Я хочу понять, что вами двигало. И вам нужно это понять, что вами двигало. Потому что если вы увидите для себя это, то сможете увидеть для себя и то, что меняет. Нужно выявить триггеры, которые привели вас к тому, что имеется сейчас. Эти триггеры нужно выявить для того, чтобы иметь возможность ими управлять. Понимаете? А пока вы не знаете, что вами двигало, ну, как вы этим вообще управлять? Ну, скорее всего, никак. Понимаете, да? Ну, нельзя управлять тем, чего не знать. Логично. 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 Значит, ну, то есть, информации о себе вы, и о мы, и об отношениях вы никак бы не приводите. Вот. Значит, он вроде так. Меня не устраивает его образ жизни, больно терять семью. Вот интересный момент. Вы пишите, больно терять семью. А почему больно? Ну, мужчина вас не любит. Скорее всего, ну раз, поднимает руку. Или любит, но такой любовью, которая вас там не устраивает. Ну, например, опять же, это просто сейчас, это просто как иллюстрация. Вот. Почему больно? Ребенку такое отношение вообще во вредь. Потому что мало того, что он получает от вас негатив, ну, от вас вот, от вас обоих, я имею ввиду, негатив получает. Так еще и воспитывается в такой среде, да, что, что постоянно насилие, да, напряжение, там, так далее, так далее, так далее. То есть, понимаете, как бы, если вы говорите, что вам больно терять семью, то что именно вы теряете? Какую именно семью вы теряете? Была ли у вас семья? Так. Скорее всего, было что-то, что вы от этой семьи получали. Вот, скорее всего, было так. Что вот что-то вы от этой семьи получали. Что-то. Так. Что-то получали. От семьи. Окей. Ну, так, понимаете, ваши желания, ваши желания, они нуждаются в правильном удовлетворении. Понимаете, в чем дело? Вот. Пока вы не будете четко осознавать свои желания, вы не сможете их реализовывать. И, соответственно, будете в зависимости от своего мужа, от, как бы, других людей и так далее. Понимаете? Вот. Так что, здесь, я думаю, вам необходимо, обязательно, вот, понимание, чего вы хотите, умение правильно удовлетворять эти свои потребности и, соответственно, понимая, как удовлетворять свои потребности, по потребности, уважать себя, уважать свои желания и уважать других людей. Вы сможете не противопоставлять себя им. Откуда такое противопоставление идёт? Откуда враждебность мира? Откуда угроза? С чем она связана? Вот. Ну, а старым, разбитым, обстащённым корытом вы себя чувствуете, потому что, ээээ, не жили для себя, а, скорее всего, жили для других. Сперва жили для своих родителей, потом для своего мужа, теперь для ребёнка. Вот. Для себя не привыкли жить. Понимаете? Вот. Отсюда и проблема такая. Такая. Откуда почерпнуть сил и оптимизма на дальнейшее движение по жизни? В себе. Что делать в этой ситуации? Работать над собой. А, раскрывать в себе ценность, вот свою собственную ценность, понимаете? Вы, эээ, почему не, не имеете сил? Потому что вы, эээ, в себе не видите, эээ, как бы, вы в себе не видите, эээ, ценность, а её нужно увидеть. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.